На связи со студией Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Вот мы все видим, что происходит на фронте, как пытаются наступать оккупанты. И интересен, знаете, такой вот уже трезвый взгляд из-за океана. Я хотел бы привести несколько цитат. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге сказал следующее. Стремясь достичь тактических успехов в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает пренебрегать жизнью своих солдат. Мы считаем, что они понесли тысячи жертв, пытаясь провести это наступление, некоторые из них по приказу своих лидеров. У нас есть информация, что российские военные фактически казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы. Мы также располагаем информацию о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступить под огнем украинской артиллерии. Что скажете? Вот так прозрели наши союзники? Мне думается, что раньше они даже не представляли себе вот этот уровень кремлевского безумия. Не особо верили, что вот такое может быть на самом деле. Если говорить о Джоне Кирби, он как раз относится к рациональным, абсолютно рациональным представителям наших западных партнеров, способный трезво оценивать ситуацию и раньше. Я думаю, тут скорее, если мы говорим о замыленных глазах или розовых очках, в западном мире это скорее касается политиков первого эшелона. Это касается средств массовой информации, которые тоже были жертвами в значительной мере российской пропаганды и российского информационного присутствия и инфекции. Которую разносила Россия по всему миру. И понятно, что да, они серьезно заблуждались, в чем потом многие из них раскаивались, при том, в прямом понимании этого слова. Они говорили о том, что они серьезно ошибались. Также серьезно ошибались и разведки западных стран. Я напомню, что они не готовы были к тому, что Украина даст достойный отпор врагу, сдержит его, перейдет к атакующим действиям и освободит значительную часть захваченной ранее своей территории. И будет очень серьезно работать над тем, чтобы освободить в конце концов свою землю и нанести поражение агрессивной российской путинской империи. Поэтому разные мысли были. Но Кирби говорит о том, что именно делается сейчас на данный исторический момент в российской армии. Нужно сказать, что Россия верна своим традициям. А именно как раз нечеловеческого жестокого отношения к своему населению, которого она сделала убогим, бесправным и, соответственно, не ценящим свою жизнь и жизнь своего потомства, готового умирать за любые безумные идеи своих диктаторов и вождей. Это им удалось сделать и то же самое происходит с российской армией. Все то, о чем они активно в своей пропаганде говорят о украинской армии, что, мол, заградотряды стоят там, расстреливают и все остальное, этим они именно оправдывают свою позицию, поскольку ни одного случая подтверждения подобных российских нарративов не было представлено. В то же время, как мы видим, десятками и сотнями подтверждения видео, как физически наказывают, расстреливают, убивают, в том числе российских солдат, россияне. То есть мы видим тут скорее продолжение пропагандистской работы со стороны России и, конечно же, понимание сейчас наших партнеров и подача сигналов, в том числе на Россию, о том, что им, в конце концов, этому населению российскому нужно задумываться, как его ценят. И то ли он остонет, то ли это все население, все Россия, все то, что называется российским народом, станет пушечным мясом в интересах продолжения путинской агонии, то ли они будут выбирать другую жизнь для себя. Ну видите, в той войне, которая сейчас тут в Украине, только один путь к победе, да, это просто уничтожать эту орду, эти волны наступающие, которые идут по собственным трупам, и это понимают уже и хорошо за океанами, так понимаю. Примером этому, да, уже поставка атакамсов в Украине. И вот журналистка издания «Голос Америки» Мирослава Гангадзе сообщила, что по ее источникам уже в начале 2024 года Украина получит ракеты дальностью 300 километров. А вот по-вашему, о каких ракетах может идти речь? Это какие-то модификации тех, которые уже у нас есть? Да, да, это хорошие новости, которые подтверждаются, опять же, нашими инсайдерами, в том числе в Пентагоне и украинскими, да, и мы понимаем, что сейчас уже идут разговоры о том, что за ракетами, способными работать на расстоянии 165 километров, это те атакамсы, которыми мы отрабатывали Крым, Бердянск сейчас уже на протяжении нескольких недель. И вот за ними, что вполне было прогнозировано, мы говорили, что это лишь открытое окно, открытые двери, и за этими атакамсами будут более серьезные разработки. Мы надеемся, что они будут не только в качестве, а и в количестве достаточными для того, чтобы сделать серьезные, существенные продвижения на украинских фронтах и помочь нашим силам обороны, которые ведут боевые действия непосредственно на линии фронта, с тем, чтобы сейчас серьезным образом уничтожить или сделать, разрядить, скажем так, российские резервы и ресурсы, находящиеся на подступах к линии фронта. И это позволяет атакамсы сделать современные их модификации, позволяют работать именно на 300 километров. Там в разработке уже не раз рекламировалось о том, что еще более дальние расстояния высокоточных ракет, позволяющие работать на 400 и более километров, но мы понимаем, это лишь те образцы, которые то ли в разработке, то ли в единичных экземплярах на сегодняшний день существуют, но мы понимаем те, что по 300 километров позволяют с высокой точностью уничтожать российские ресурсы. Это то, что серьезным образом позволит нам сделать широкий шаг к победе. Кроме того, в начале следующего года мы ожидаем то, что в украинском небе появятся самолеты F-16, позволяющие тоже работать в радиусе до 200 и даже более километров сейчас с ракетами. И, соответственно, поле действия для российской авиации, оккупационной авиации российского государства, государства террориста и преступника, оно значительно сузится. То есть они и без того вынуждены сейчас переводить свои логистические центры, аэродромы на расстояние уже более 160 километров. Это означает, что уже для многих видов фронтовой авиации это критическое расстояние. То есть они должны подлететь, отработать линию фронта и улететь. И для многих видов устарелой российской техники просто уже не хватает возможностей, тактико-технических характеристик той авиации, на которых они летают. Понятно, что 300 километров еще значительно усугубят ситуацию для российской авиации, для российской логистики и, соответственно, сделают для них намного сложнее и дороже ведение войны. Иван, мы помним, что и Украина способна производить уже ракеты большой дальности. Вот еще в марте речь шла не только о системах Немптун, но и модифицированном ракетном комплексе Альха-М. В частности, вот Альха-М2 комплекс может поражать цели, вот я вижу, ТТХ на расстоянии до 200 километров с боевой частью 170 килограмм. Вот об этом еще в марте, по-моему, заявил глава Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник. Скажите, а насколько мы вот уже сейчас можем рассчитывать и на эти украинские ракеты? Мне хочется ставить, знаете, ВИСППР Дуканяка. Мне бы хотелось, чтобы быстрее это делалось, чтобы быстрее эти ракеты появились не в экземплярах тестовых, а в экземплярах рабочих, уже с варианта конвейерного. Мне бы хотелось, чтобы эти ракеты уже отрабатывали наше задание по освобождению украинских земель. На сегодняшний день я задаю себе вопросы, есть они или нет. Да, в разработках есть, но на фронте их еще нет. Глава СНБО Данилов говорил о том, что Украина способна производить тоже дальнобойные ракеты, о том, что часть этого производства даже будет перенесена за границу. То есть, видимо, он говорил и об этих экземплярах тоже. Да-да, мы надеемся, что кроме опытных образцов у нас появятся они, это качество ракет и в достаточном количестве для того, чтобы работать. Мы понимаем, что украинские разработки хорошие есть. Но над тем, чтобы они достаточно были воспользованы, использованы украинскими силами обороны, до этого еще нужно пройти путь определенный и как раз ускорить этот путь. Это в возможностях украинского государства вместе с нашими партнерами сейчас по интенсификации этого производства в военно-промышленном комплексе. Мы видим, что война как раз очень хорошо ускоряет этот процесс. Мы это видим по дронам даже. Да, дроны. Дроны сейчас государство взялось на то, что помогает производителям дронов сейчас наращивать производство. Но вместе с тем нужно признать, что основное количество дронов как раз производится пока что в гаражах. И это хорошо. Это диверсифицированная как раз рыночная экономика. 200 предприятий сейчас, 200 компаний работают над выпуском дронов, которые, я напомню, прямо с колес буквально принимаются в Министерство обороны, и эти птички идут в бой. Но их нужно намного больше. Этих дронов нужны сотни тысяч практически каждый день, каждую неделю. Сотни тысяч их должны быть на фронте. И, конечно же, это подготовка людей сейчас. Мы понимаем, что здесь гонка. Именно гонка за качеством, гонка за технологией. Мы понимаем, что Россия, используя все свои возможности, и государство, и серых, и черных схем импорта сейчас, импорта и работы со своими подельниками, старается сейчас восполнить ту большую пропасть, которая находится между современной российской армией и тем, что они говорили об этой армии, о технологиях, прежде всего. То есть сейчас они работают. И понятно, что мы впереди сейчас. Мы впереди на несколько шагов, но вместе с тем нам нельзя почивать на лаврах. Ну да, продолжая ваши слова, простите, перебил вас. И вот как раз, может быть, время говорить о том, что РФ переводит свою промышленность на военные рейсы и готовится к затяжной войне. Об этом рассказывает проект «Схема радиосвобода». Речь идет о многих предприятиях. Например, там Казанском авиазаводе, где ремонтируют стратегические бомбардировщики. Да, Иркутском авиазаводе, где ремонтируют Су-30. Уральский завод гражданской авиации. Там занимаются вертолетами, редукторами, двигателями. В том числе и для К-52. Машиностроительный завод в городе Дубно производит ракеты Х-22, Х-55, Х-101, которыми оккупанты, напомню, обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Украине. И вот на территории этого завода появился и новый цех по производству беспилотников, который принадлежит компании, скажу, как она называется, «Кронштадт». И вот этот далеко не полный список. То есть они разворачивают сейчас свое производство и как раз те конвейеры, о которых мы с вами и говорили, которые нужны тоже нам в Украине. Да, россияне стараются, конечно, сейчас использовать возможности своей тоталитарной системы, недемократичной. Абсолютно они напрягают, конечно, и все общество, и, главное, бизнесы. Они собирают по крохам все возможности свои, но они стараются, опять же, это понимание, глобальное понимание, то, что они не выиграют в этой войне ни при любых условиях, даже если им удастся сравнять с землей еще какой-то десяток украинских городов и установить свои флаги над руинами. Они не выиграют, поскольку Россия обречена, обречена на бедность, обречена на многие десятилетия, опять же, бесперспективной жизни совершенно. С неуважением, глубоким неуважением, более того, презрением к каждому россиянину отдельно и к этой стране в целости. Поэтому здесь нет шансов для России, но вместе с тем, Путину, вместе с его пропагандистской, ближайшим, ближайшему, ближайший клик Путину, вместе с пропагандистской машиной, которая тоже работает на несколько дней, месяцев, возможно, своей жизни, продолжения своей жизни и физической, и рабочей, то они стараются использовать все ресурсы, все резервы. Да, они в основном это заводы, те, на которых ремонтируется. Та техника, которую они хотят снять с консервации, или та, которая приходит ранена или полуубитая с украинских фронтов. Конечно же, они понимают, что этим им удастся что-то компенсировать. Но вместе с тем, их желание продемонстрировать эту готовность, оно, конечно же, каким-то образом заставляет россиян гордиться своей страной, возможно, даже с каким-то энтузиазмом воспринимать эту работу. Вместе с тем, ресурсов, то есть Россия себя связывает, постоянно сравнивает с СССР времен Второй мировой войны. Но тех ресурсов, на которые она рассчитывает, у них нет и не будет. Ни одна уважающая себя страна, и страна, которая будет думать о своей перспективе вне российского кола, как это сказать, круга ближайшего общения, клуба диктаторов, ни одна страна сейчас не подпишется под то, чтобы положить свое будущее в угоду России, которая все равно проиграет. Поэтому здесь понятно, что у России есть возможность только оттягивать свою агонию, но не победить. Поэтому оттягивает она свою агонию, конечно же, мобилизируя все то, что у них осталось, подбирая по крохам и на России, и у ближайших своих подельников, как Северная Корея, подбирая все эти ресурсы, которые есть. Мы понимаем, что мы тоже вместе со своими партнерами сейчас работаем в этом направлении. у нас появляются заводы Rain Metal, у нас появляются заводы Bayraktar, других производителей сейчас нового точного оружия, современного оружия России, лишь стараются расконсервировать сейчас то, что у них имеется на складах. Производство, как мы видим, и как мы понимаем, аналитика, наша разведка, и не только наша, и инсайдерская информация из России показывает, что они в десятки раз не успевают за теми темпами уничтожения техники, которая предложила им украинская армия, украинские силы обороны, в десятки раз они не успевают по возможностям именно производства новой техники. Поэтому, конечно же, здесь они будут утрачивать, они будут терять темпы, но сейчас, конечно же, они стараются что-то еще сделать. Ну, по старой технике, видите, была информация на прошлой неделе, что в России может оставаться около 8900 бронемашин разных типов на консервации, и они могут их снимать с этой консервации, но, насколько мы понимаем, это не значит, что все эти машины могут встать в строй, они практически хранятся на открытых площадках хранения, так называемых, там очень много машин этих разворованных, но, по крайней мере, какую-то часть из этих машин они могут тоже запустить в бой, даже устаревшие. Конечно, с каждым днем мы понимаем, что эти активы все более старые достаются, и если мы уже в украинских полях увидели ЗИСы, если мы увидели уже полуторки образца 30-х годов, которые значительно дороже, которые можно продавать на аукционах, на мировых аукционах и покупать за них реальные танки, но они не успевают, и поэтому они эти полуторки одевают в те колеса, которые можно сейчас на них одеть, запускают как-нибудь двигатели, отправляют в украинский фронт, потому что нигде на аукционах у них эти полуторки не купят. Вот так. А мы понимаем, что... Ну, тем не менее, знаете, хоть полуторка, но она свою задачу выполняет. Личный состав снаряда она подвозит, и на каждую полуторку тоже нужно тратить снаряды, тоже нужно тратить ракеты. Конечно. Но мы ожидаем тачанок, и это, в конце концов, будет как раз завершение этого гештальта по 100-летнему движению на 100 лет назад. Назад в будущее, да? Да, назад. Будущее у них в прошлом всегда, в России. Они именно там. Вы сказали уже о том, что подельники России помогают ей со снарядами, помогают ей с ракетами. Тем временем Европа отстает от плана по поставкам оружия Украине. Речь идет о планах предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта. И на данный момент, пишут журналисты, этот план выполнен лишь на 30%. Вот уже и США призвали ей сактивизировать усилия. Что здесь мешает, как вы считаете? Здесь мешает то, с чего мы с вами начали. Недооценка. С одной стороны, мы говорили об Украине, об ситуации геополитической. Но здесь, в этой части, мы с вами будем говорить о том, что Европа не оценила свои силы по возможности вести современную. Высокомобильную сейчас и ресурсозатратную войну, которой она есть на сегодняшний день. И мы видим, что активность на Украинско-Российском фронте требует значительно больше ресурсов, чем на это рассчитывали все стратегии и доктрины в будущей войне, разрабатываемые в том числе высокими технологиями, в том числе с привлечением искусственного интеллекта, в том числе в штабах НАТО. Мы не говорим уже о том, что Россия, конечно же, значительно переоценила свои силы и сейчас пожинает плоды этого. Вместе с тем, наши партнеры тоже вынуждены были существенно пересмотреть сейчас возможности своего военно-промышленного комплекса. И они понимают, что современная война, ресурсы в современной войне, вот сейчас они это уже понимают, требуют в десятки раз больше боеприпасов, чем они предполагали. И, конечно же, этот миллион, я надеюсь, что наши западные партнеры сделают больше, чем миллион, но мы понимаем, что они утрачивают темпы, они теряют темпы, теряют время сейчас и стараются сделать дешевле этот процесс, а дешевле не будет. Вот говоря о том, цифрах сейчас, прошу прощения, несколько цифр для наших слушателей и с тем, чтобы, не с тем, чтобы покритиковать наших партнеров, а с тем, чтобы, возможно, дать аргументы, чтобы их простимулировать, чтобы им стало понятно, насколько они глубоко работают в украинской войне. Так вот, на сегодняшний день все наше партнерское сообщество, западное сообщество, это около миллиарда людей, где-то Европа, Америка, Австралия, Новой Зеландии с Канадой, около миллиона человек потратили на войну в Украине около 130 миллиардов, около миллиарда человек, 130 миллиардов долларов. То есть, то, что они дали и для военных нужд, и для нужд гражданского населения, около 130 долларов на человека за 20 месяцев войны. 130 долларов на человека, это 6,5 долларов в месяц. 6,5 долларов, это одна чашка кофе за 10 дней. Чашка кофе в Макдональдсе один раз за 10 дней. И это те жертвы, о которых сейчас европейские и американские, к сожалению, политики в странах наших партнерах говорят, что это величайшие жертвы украинские войну, которые не могут вынести экономики, которые не может вынести общество. Для Украины эта война значительно дороже, значительно дороже, чем чашка кофе раз на 10 дней. Поэтому мы, говоря о том, что мы разделяем ценности, а это ценности свободы, демократии, независимости, но это ценности еще и честности в работе с партнерами. Мы говорим нашим партнерам, дорогие друзья, когда эта война станет вашей войной, вы будете понимать, что чашка кофе за 10 дней это не то, что должно вас заставить отдать свои другие ценности, такие как ваши разговоры о свободе сейчас за то, чтобы чувствовать себя немножко не так дискомфортно из-за того, что вы помогаете Украине. Значительно больше, в разы, в десятки раз большую помощь могут оказывать наши западные партнеры, страны, напомню, чей внутричний воловой продукт на душу населения значительно выше, чем в Украине и значительно больше возможностей у каждого гражданина. Поэтому мы, конечно же, надеемся не только честного разговора, но и хорошей, серьезной помощи для нашей экономики. Знаете, Украина, Европа, говорят, она медленно запрягает, но все-таки быстро едет. Надеемся, что к марту выполнят свое обещание. Буквально у нас одна минута осталась, но очень хотелось с вами обсудить хотя бы кратко этот вопрос. Премьер-министр Армении Никол Пашнян заявил в интервью Wall Street Journal, вот Армения стремится пересмотреть отношения в области безопасности. Недавний конфликт в Карабахе показал, что Россия не смогла, по их мнению, выполнить свои союзнические обязательства в рамках организации договора о коллективной безопасности. Поэтому страна не видит преимущества продолжения присутствия российских военных баз на своей территории. Напомню, что в Армении, да, на постоянной основе с 95-го года находится 102-я российская военная база численностью военных там около, по-моему, трех с половиной тысяч. Вот. Видим, как ОДКБ фактически рассыпается на наших глазах. Кто следующий на выход? Как вы считаете? Какие ваши прогнозы? Учитывая то, что вот в Казахстане уже вот начал на днях работу Центр миротворческих операций НАТО и сообщается, что его открытие участвовал посол США в республике Даниэл Розенблюм. Остались еще пару стран, Кыргызстан, например, который питает некоторые иллюзии относительно того, что Россия может каким-то образом помочь. Мы понимаем, не нужно говорить о европейских странах, мы говорим о постсоветских. Мы понимаем, что сейчас и ФИЦО в Словакии, и Орбан в Венгрии, конечно же, они отрабатывают какие-то свои грехи или компромат, которыми Россия умеет и умела, как раньше, после Советского Союза, работать с теми, кого называла друзьями. В принципе, мы видим, что объятия и сладкие слова России приводят к большущим трагедиям тех народов, которых они стараются обнять и которых они кормят сладкими словами о дружбе, взаимопомощи. В бывших странах СНГ, похоже, это уже все прекрасно понимают. По-моему, Азия уже отказалась от России, от всяческих сентиментов в сторону России. Россия осталась в своем узком клубе вместе с белорусским диктатором, клуб диктатором, вместе с белорусским диктатором, и этим, наверное, ограничивается потенциал какой-то работы на ближайшее будущее. И, в принципе, СНГ приказала долго жить так же, как приказала долго жить в ДКБ. Иван, спасибо большое. Спасибо за ваши экспертные оценки, за этот действительно интересный разговор. Напомню зрителям, Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был в эфире Фридема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова